Теперь подготовка. Что вам нужно делать именно на подготовке? Если вы сейчас проигнорируете, прокинете кусок этого видео, поверьте, вы потом очень много времени пожалеете. Причем, чем больше времени вы потратите на проработку, на подготовку, планов, выполните мозговой штурм, тем больше вы себе сэкономите времени в дальнейшем. Рекомендую взять лист бумаги, именно бумажный лист, ручку, и все записать. Записанная на бумаге рукой, это очень хорошо материализируется. Итак, с чего необходимо вам в первую очередь начать? Какую самую важную тему нужно обдумать, промыслить и законспектировать? В какой нише вы планируете показать свою эксперту? Конечно, можно в нашем случае сказать, я эксперт в области здоровья. Но это очень широкая тема. В принципе, так может сказать только человек с медицинским образованием, либо человек, который имеет практический опыт в восстановлении своего здоровья. Но все равно даже врачи, даже люди, которые восстановили свое здоровье, они на чем-то специализируют. Поэтому я эксперт во всем, но это чаще всего ни в чем. Желательно конкретно, четко сформулировать вашу экспертность, то есть выбрать вашу нишу. Например, в нашем случае. Ароматерапия. Я человек, который может помочь вам в домашних условиях укрепить иммунитет без всяких медикаментов. Причем сделать это все просто и абсолютно безопасно для вашего здоровья. Если ваша, например, основная работа как-то связана с тематикой красоты, очень сейчас востребованные эксперты это в области бьюти-индустрии. То есть если вы можете людям рассказать, как с помощью продукции Вивасан, с помощью кремов, масел, косметики, быть красивым и привлекательным, вы мегапользу будете приносить определенной части. И так далее. Продукции у компании колоссальное количество. И всегда можно найти какую-то свою нишу. Стать экспертом вот именно по этому продукту. Что значит стать экспертом? Во-первых, вы должны знать этот продукт, любить этот продукт. Если эти две составляющие у вас уже есть, вы должны показать людям, какие проблемы вы можете им решить. Но и самое главное, нужно все-таки доказать людям, что вам можно верить. Если человек любит свой продукт, если он разбирается, вот это доказательство, что вам можно верить, оно получается очень просто и очень быстро. Особенно если вы будете записывать видео. Если бы я сейчас записывал видео и держал бы в руке банку грибного супа, который мне очень нравится, я реально бы каждому из вас мог бы доказать свою экспертность. Почему? Потому что я говорю о том, что мне нравится. Только по этой причине видео это мега инструмент для того, чтобы показать свою экспертность. Только поэтому в нашем основном курсе будет несколько уроков, которые позволят вам создать YouTube канал, научат вас работать с видео и выкладывать это видео не только в социальные сети, но и, естественно, продвигать простыми способами их на YouTube. Чем быстрее вы начнете это делать, тем проще и быстрее вам удастся доказывать свою экспертность. Ну и, конечно, самая востребованная ниша экспертности – это экспертность в деньгах, в бизнесе. Если у вас уже есть какие-то результаты, которые позволят, опять же, доказать потенциальным кандидатам в вашу команду, что вы сможете научить этих людей зарабатывать деньги, то это одна из лучших экспертностей. Потому что вот если вы внимательно посмотрите, почему в каких-то компаниях преобладают возрастные люди, в каких-то, наоборот, очень молодые, вот чем это объясняется? Объясняется достаточно просто. То есть на что привлекают в эти компании людей? То есть какую экспертность там показывают? Если основная экспертность связана с тематикой здоровья, то кто идёт на эту экспертность? Это люди, которые уже понимают, что здоровье – это главное, начинают думать об этом здоровье. Но в каком возрасте это происходит? Естественно, это уже с опытом, когда начинает что-то болеть и скрипеть. В молодом возрасте это как-то считается и ненужным. А вот если мы говорим о компаниях, которые двигают или показывают экспертность в плане снижения веса, красоты, спортивного питания, кто туда идёт? Туда идут люди, чаще всего молодые. В большинстве случаев это их боли. Именно это они хотят решить, эти проблемы они хотят решить. А вот экспертность в плане денег, она по большому счёту нужна всем. И если приглашать, а сейчас большинство компаний именно приглашает на экспертность зарабатывания денег, то здесь вы можете под себя подобрать очень широкую целевую аудиторию. Конечно, эту экспертность опять же нужно чем-то показывать. Все хотят научиться легко и просто зарабатывать деньги. Поэтому одна из целей нашего тренинг-центра – это как раз создать такое пошаговое обучение, которое покажет любому, даже неподготовленному человеку, даже с нулевыми знаниями компьютера, только для этого мы сделали курс компьютерной грамотности, что на деньги в интернете можно выйти, и колоссальное количество людей выходит на деньги. И наш тренинг-центр – это как раз и будет той полезной вещью, которая позволит с чистой совестью приглашать людей на бизнес, на деньги. Потому что мы будем говорить, у нас есть пошаговая система обучения, как строить команды, как выходить на заработок. Конечно, если вам удастся соединить несколько экспертностей, то вы просто будете работать по большему количеству людей. Основным домашним заданием – это прописать свою экспертность. Экспертность в какой нише? Чем вы можете доказать, что вы эксперт? Это опыт работы, это, возможно, люди, которым вы помогли. Это, возможно, какой-то ваш личный опыт. То есть какая-то доказательная база должна быть. Возможно, у вас есть какие-то сертификаты, подтверждающие, что да, вы прошли обучение у каких-то определенных людей, являющими мегаэкспертами уже в этой области. Какие проблемы вы можете, а не можете, извините, решить для своей целевой аудитории. Все это вы пишете. То есть чем дольше вы посидите и подумаете, то есть какую пользу вы можете принести людям, тем в дальнейшем вам будет проще работать. А вот теперь следующий шаг. Об этом шаге мы очень подробно поговорим в полной версии этого курса. Это целевая аудитория. Кто это такие? То есть в полной версии курса мы распишем целевую аудиторию. Я расскажу, как это делается. Потому что это очень важный момент. Если вы не знаете людей, для которых вы работаете, которым вы будете доносить свои предложения, вы не знаете, что они хотят, чего они боятся, чего они ждут, какие проблемы они пытаются решить. Все ваши предложения будут просто не актуальными для этих людей. Они будут просто пролистывать ленту и ничего их цеплять не будет. Но если они увидят какую-то свою боль в вашем объявлении, они остановятся и начнут его читать. Ну, в нашем случае сейчас. Как в домашних условиях укрепить иммунитет? Потому что это, наверное, сейчас одна из основных проблем, одна из основных болей в связи с этим карантином. Поэтому, конечно, спекулировать на этой теме не надо. Но если вы понимаете, что ваш уровень подготовленности правда реально может помочь это сделать, вот такого плана объявления надо описать. Потому что это сейчас боль очень многих людей. То есть все эти люди, ваша целевая аудитория, если у вас есть какое-то простое решение, как это сделать в домашних условиях. Что сейчас на данном этапе можно сказать о целевой аудитории? Лучшая целевая аудитория – это люди, похожие на вас. То есть люди, которые могут стать вашими друзьями. С этими людьми вам будет проще общаться. Если с этими людьми вам будет проще общаться, вам будет проще доносить до них какие-то ваши предложения. Они будут легче восприниматься. Вы легче с ними будете выходить на контакт. Вы будете легче с ними в дальнейшем общаться и подводить их к вашей продающей консультации. Вот эти два пункта мы делаем с вами на бумажке. Прописываем экспертность и прописываем вашу целевую аудиторию. Прямо можете написать. Моя целевая аудитория – это женщины такого-то возраста, с такими-то проблемами, боятся они то-то, хотят они это-то. То есть это называется аватар клиента. Сейчас пока можете сделать по-простому.